здравствуйте в эфире телеканала это нтв программа черным по белому веду я сегодня я александр гурарье в древних книгах в библии ветхом завете было принято и вполне поощрялась и так сказать приветствовалось многоженство рассказывалось о гаремах которые были у целого ряда так сказать героев этих замечательных святых книг но потом вдруг почему-то все прекратилось мы беседуем с раввином михаевым финкерем здравствуйте здравствуйте а что произошло почему сначала вроде как разрешалось а потом вроде как нет разрешалось не просто разрешалось в библии есть даже заповедь такая которую дал бог еврейскому народу на горе синаи заповедь о левератном браке что это значит что если вот есть два брата и один из них жена оба женаты но один из них погибает и детей не оставляет то особая заповедь оставшемуся брату взять эту вдову своего родного брата себе в жены и брал на ее без брака то есть остальное автоматически после того как он с ней совокуплялся если он того не делал то считал что он грешит то библии написано и ему она должна плюнуть в лицо и тогда она может идти выйти замуж за любого другого человека и когда он ее брал жены она становилась во второй женой это библейская заповедь была то дети которые он рожал от нее считались что это дети его почившего брата значит в библии есть вот такая заповедь в библии даже есть другая заповедь которая будет если у человека будет одна жена или несколько жен или две жены это касательно всяких имущественных вопросов наследства вопросов того кто кому и что наследует поэтому если бы бог это считал греховным он бы это запретил то есть ветхий завет сколько же он разрешалось иметь или не было ограничения ограничения не было единственным ограничением было второе экономическая составляющая только что то есть то есть он потянул прокормишь то есть и каждый нужно дать одинаковые условия вот люди многие думают что это из ислама нет это все в скорости от из за esul мы знаем там по фильмам что там есть старшая жена там младшая же нету такого нету там вот в исламе в законах именно шариата нужно каждой жене делать такой же дом такие живут материальные блага на самом деле это все второе задолго до по тоже самое сколько ты об этом пишет майм oli об этом пишет талмут более древние кинь сама тора об этом пишет то есть нужно каждой одинаковый идеально чтобы каждый будет свивать на свой дом что жить вместе это скандалы. Две женщины, даже если это свекровь и невестка на одной кухне, то это опасно. — Позвольте, а как же гарем? В гареме-то они живут вместе? — Вот в гареме... — Или у евреев не было гаремов? — Были гаремы у евреев. У всех наших царей, и даже не только царей, а у многих святых, у пророков были гаремы. Но они не жили вместе. Вот это слово, мы представляем себе какой-то восточный фильм турецкого султана, и что они все вместе, адалийские эти жены, сидят. Нет. Гарем был как феномен. — Виртуальный. — Но жили они все отдельно. У царя Соломона, например, было 300 жен и 700 наложниц. У его отца, царя Давида, псалмопевца, было 18 жен и 60 наложниц. Кстати, в чем разница между женами и наложницами? Тор разрешает и то, и то. Жена — это та женщина, с которой заключается брак, священный брак, и с которой нужен развод. Развод Тора тоже разрешает. Разводное письмо при свидетелях. И делится имущество, соответственно. Наложница — это та женщина, с которой не заключается брак, то есть есть устное соглашение — жить вместе, и которой не нужен развод. И, соответственно, она уходит ни с чем. То есть, социальные и материальные блага наложницы практически не защищены. Однако, girlfriend или наложница, или любовница, она изначально была разрешена, и это было. Это было у многих святых брак. Дети от наложницы кем считались? Легитимные. Они не считались бастардами. Вот в христианство потом перешло понятие, что это блуд, и мы почем-то чуть-чуть об этом поговорим. Но в иудаизме это легитимные дети. И сын или дочь от жены, или сын или дочь от наложницы ни на йоту не отличались в древнее время самими правами в государстве, в престоле наследия и так далее. А вот кем была Агарь, от которой, собственно, пошли Арамы? Мусульмане. Мусульмане. Она была наложницей или женой? Ну, давайте начнем сначала. Агарь была дочкой фараона египетского, который отдал ее в женщины Аврааму. При том, что у Авраама была жена. Жена была жена Сара. Значит, Агарь совместила в себе обе этих качества. Вначале она была наложницей Авраама и родила ему сына Исмаила, или Ишмаэля, как мы говорим, от прародителя всех арабов. Но потом, когда Сара умерла, наша традиция говорит о том, что Авраам из наложницы сделал Агарь своей женой. То есть, сменила статус в Фейсбуке она, да? Ну, она сменила статус в Фейсбуке, можно так сказать, да. И, соответственно, ее сын, он как бы по-любому считается законным сыном Авраама. Он абсолютно законный сын Авраама и старший брат Ицхака, от которого произошли евреи, безусловно. Хорошо. Как развивались события дальше? Почему в какой-то период у евреев многоженство было запрещено? А дальше уже не только у евреев. Получилось вот что. Мы попали в Византию. В Византии это была христианская восточно-римская империя со столицы в Константинополе, которая, значит, стала христианской страной. В христианстве это все было запрещено. Почему отцы церкви и люди, стоявшие за христианством, это запретили? Мне это неведомо. Я не эксперт в этих вопросах. Тем не менее, это было фактом. В X веке нашей эры византийский император Василий пригласил к себе главного раввина Византии, рабейну Гершема, нашего учителя Гершема, как он известен. И он ему сказал, слушай, если ты не запретишь евреям многоженства, потому что все мои субъекты вам страшно завидуют, то начнутся погромы. А в Византии погромы были постоянные. То есть погромы волнами шли. И византийский император были известные погромщики. Не все, но многие. Страна была антисемитская. И база вот этого антисемитизма византийского, она, конечно, имела теологическую подоплеку. Рабейну Гершем издал постановление, запрещающее всем евреям, находившимся под его юрисдикцией, как мы сегодня это трактуем, в Византии и в Европе, многоженство. Запрет он издал в конце X века. Он распространился и был принят под страхом византийского меча. Почему я об этом говорю? Потому что об этом пишет Раби Яков Эмден, величайший рабин Германии. Вы сказали, что принято было всем, кто находился в Византии и в Европе. И в Европе. А он был что, верховным раввином? Он был один из самых уважаемых верховных раввинов вот этой юрисдикции, да. Но эдикт, этот запрещающий многоженство, был им сделан до 5000 года по еврейскому лету исчислению. То есть примерно 770 лет назад он истек. И сегодня у него есть статус. Обычая. Обычая, да. Добавлю больше. Он никогда не распространялся на евреев сефардов. То есть на евреев Йемена, Марокко, Северной Африки, Ливии, Египта, африканские страны, арабские страны. Продолжали и продолжают. Вот, например, один из величайших раввинов, который недавно умер относительно Баба Сали, известный такой вот его имя, прозвище такое, в Золи Раби Исраэль. У него было три жены. И он приехал в Израиль с тремя женами. Это был величайший марокканский духовный лидер евреев Марокко. И таких примеров много. Поэтому это все было, конечно же, под византийским мечом. Об этом пишет Раби Яков Эмден. Величайший раввин Германии 18 века. Он исторически это раскапывает. То есть, мусульмане, то есть, ислам, который вышел, собственно, из иудаизма, да, фактически, они переняли вот это многоженство, а христианство наоборот. Наоборот. Но с исламом другая интересная история получилась. В исламе, во всяком случае, в сунницком, многоженство разрешено, но наложнические отношения запрещены. Если мы откроем книгу Маймонида, величайшего раввина, который жил в арабском халифате и писал свои труды под властью мусульман, он пишет точно так же, как пишет шариат. Наложница запрещена. А на чем-то основа в этом? Ведь это противоречит всему тому, что мы видим и в Торе, и в Талмуде, и в более ранних книгах. Он это вынужден был написать под давлением халифа и под давлением духовенства халифата. Собственно, как в Византии, иначе местные это завидуют. Совершенно верно. И ему было сказано то же самое. С многоженством у нас нет проблем. Но вот в аспекте наложничества местные завидуют. Запрещай. Да, но мы знаем, что это ограничение. Мусульмане успешно преодолевают. Есть же такое сейчас, особенно в последнее время распространенное, женитьба на час или женитьба на два. Не могу об этом ничего сказать. Не знаю. Честно говорю, не могу этого сказать. Не знаю об этом. Не эксперт в этом. Хорошо. А как произошло в дальнейшем? А когда вот сформировалось государство Израиль? В Израиле как бы многоженство вроде как не приветствуется. Только для иудеев. А вот, например, для мусульман у нас юридически многоженство разрешено. У нас приезжают, едут в Орданию, женятся, привозят дополнительных жен, едут в Саудовскую Аравию и так далее. Пожалуйста. Михаил, ну изначально вот многоженство, оно же имело, как любые заповеди, которые находятся в Библии, в Торе, они все имеют под собой какой-то смысл. Рациональное зерно. Рациональное зерно. В чем бы рациональное зерно многоженство? Очень просто. Значит, колоссальные войны шли. Колоссальные войны. Мужчины умирали, как мухи. Значит, задача была, чтобы народом выжить, оставить максимальное потомство. Вот много женства позволяет одному мужчине за короткий промежуток времени оплодотворить много женщин. И народ будет процветать. Моногамный народ вымирал намного раньше в древности. Все войны носили геноцидный характер, как сегодня мы говорим, с точки зрения, ну, пост Второй мировой периода конвенции, да. То есть убивали не только армию, а убивали и женщин, и детей, и стариков. Тотально выжигали. Значит, вот в такой реальности это был совершенно здравый механизм по самосохранению. — А вот у язычников в дохристианские времена, у них было принято многоженство или по-разному? — По-разному. Вот, что интересно, древние греки, они были язычниками и древние римляне, у них был моногамный брак. — Но при этом с наложницами проблем не было. — Это, пожалуйста, с наложницами проблем не было. — То, что мы знаем из Илиады и Одиссеи. — Да, да, да. А вот, например, у других народов, тюркских, например, у них было полно, так сказать, жены, наложниц. То же самое было у славян и у многих других народов Азии. Вот, то есть тут все было индивидуально. — Но изначально все-таки вот цель была такая, чтобы... — Цель была оставить как можно больше детей, сохранить народ, но при этом женщина не должна была быть патуре, человеком второго сорта. Очень много законов, защищающих права женщины. Ну а сегодня Израиль у нас, мы же плод все-таки голосования в ООН, а голосовали там, в основном мы создавали нас при всем нашем, так сказать, закулисном лоббировании христианские страны. Они нам навязали свой кодекс, и мы сами его приняли, потому что мы не хотели их злить и хотели быть в клубе, так сказать, цивилизованных, западных и продвинутых. Поэтому вот так вот это все и осталось. — То есть в Израиле, если евреи захочут иметь двух или трех жен, это запрещено? — Законом светским запрещено, да. — А духовно? — Духовный закон сегодня... — То есть вы говорите, что для ашкеназийских евреев, то есть действовал этот запрет, который, хотя он 705% прекратился, он уже как обычно, для евреев-сефардов, выходцев из африканских стран, то есть для них фактически не действует. — Я вам больше скажу, я вам больше скажу, даже ашкеназские великие раввины, как вот Виленский Гаон или многие другие, и раби Аков Эмден, они боролись, чтобы это отменить в умах людей. Они были за многоженство и за наложенство. — По той же причине. — Они говорили, что эти запреты, которые византийцы на нас поставили, они уменьшают семя Израиля. Нас было бы намного больше, мы были бы намного сильнее, мы были бы намного сильным и мощным народом, если мы сами себя не сдерживали, по причинам которых нету. А, кстати, сефардские раввины, вот насколько я знаю, они абсолютно за это выступают. Так был благословенный памятник раввин Авадия и Иосеф, что он был за это, и многие другие. Потому что они говорили, что нам нужно, чтобы наших было больше. — Планет, цитаты. — Планет, размножайтесь. — Планет, размножайтесь. Спасибо, мы беседовали с раввином Михаилом Финкелем, вы смотрели программу «Черным по белому». Всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok